Брошюра, распространенная посольством Китая в Анкаре на мероприятии, организованном в Чараганском дворце, стала предметом очередного скандала. Информацию о брошюре, состоящей из 42 страниц, опубликовал на своей странице в социальной сети председатель фонда имени Исы Юсуфа Альптикина и преподаватель Института теркологии при Стамбульском университете Омар Кул. Китайское консульство назвало брошюру «Борьба с терроризмом и экстремизмом и защита прав человека в Синьцзяне». В скандальном тексте, подготовленном и распространенном посольством Китая, которое нарушает международное право и права человека на глазах всего мира, имеют место заявления, которые отвергают исторические факты. В частности, дипломатическое представительство Китая в Турции называет уйгурский регион неотъемлемой частью Китая и утверждает, что уйгуры не относятся к тюркам. По этому вопросу Омар Кул написал следующее. «Я не думаю, что кто-либо из гостей читал эту листовку. Если бы это было не так, то, по крайней мере, те, кто более или менее осведомлен об истории, выступил бы против пропагандистской брошюры, которая основана на унижении религии ислам и тюрков. Ежегодно в честь создания Коммунистической партии Китая Китайское консульство проводит банкет в Чараганском дворце». Уйгуры и другие мусульмане сталкиваются с систематическим давлением и дискриминацией со стороны китайских властей. Один из китайских переселенцев, принадлежащий к этнической группе Хань, рассказал, каково жить в Восточном Туркестане и видеть происходящее. Его свидетельство было опубликовано на сайте Международной Организации Амнистии. По его словам, Восточный Туркестан постепенно превращается в полицейское государство. «Я переехал из Синьцзяне много лет назад. Каждый раз, когда я возвращаюсь обратно, то чувствую, что атмосфера в регионе становится напряженной из-за усиления контроля со стороны правительства. Независимо от того, в какое здание вы входите, вы сталкиваетесь с одним и тем же отряды безопасности, проверка сумок, идентификационные карты. Сравнивая старый облик региона, где прошло мое детство, и его нынешнее положение, мне кажется, что я нахожусь в научно-фантастическом фильме». Цитируя слова своего знакомого, который работал вместе с местным населением, этот китаец рассказал, что в 2017 году, когда в Пекине проходил 19-й пленом Коммунистической партии Китая, в Восточном Туркестане начали исчезать люди, большинство из которых являлись уйгурами. В течение нескольких дней их родные и близкие не могли получить какую-либо информацию, после чего выяснялось, что они взяты под стражу. «Когда я сказал своей семье и друзьям, что не понимаю этих практик, они вздохнули и сказали, что таков Синьцзянь. За время моего отсутствия люди привыкли к тотальному контролю, и эта ситуация беспокоит меня», — говорит китайский переселенец. США по обвинению в экономическом шпионаже и краже коммерческой тайны был задержан и осужден гражданин Китая. Северный районный суд штата Калифорния признал 41-летнего Хао Чжана трижды виновным в краже информации о промышленной собственности двух американских компаний. В решении указывалось, что информация, украденная у компании Skyward Solutions и Avago Technologies, связана с технологиями, которые позволяют мобильным телефонам отфильтровывать нежелательные сигналы, кроме сигналов сетей. Было отмечено, что после окончания Университета Южной Калифорнии обвиняемый занимался шпионской деятельностью в компаниях, в которых работал. Приговор Хао Чжану, который находится под судом в течение пяти лет, будет определен на слушаниях 31 августа. Предполагается, что обвиняемый получит срок от 10 до 15 лет и будет оштрафован на 250 тысяч долларов. Дополнительные средства противовоздушной обороны развернули вдоль фактической границы с Китаем в Восточном Ладакхи вооруженные силы Индии. Границы с Китаем были переброшены зенитно-ракетные комплексы индийского производства Акаш. Сообщается, что данный комплекс был модифицирован для работы в высокоборной местности. По заявлению правительственных источников, развернутые в Ладакхи комплексы противовоздушной обороны необходимы для предотвращения любых агрессивных действий в боевых самолетах и вертолетах Китая. Решение о переброске дополнительных систем ПВО было принято после увеличения активности китайской авиации вдоль линии контроля в Восточном Ладакхи. Силы противовоздушной обороны на севере США осуществили перехват четырех российских самолетов-разведчиков Ту-142, которые приблизились к побережью Аляски. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на Североамериканское объединенное командование противовоздушной обороны NORAD. Американский истребитель F-22 перехватил четыре российских разведывательных самолетов Ту-142 в субботу, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски, отмечается в сообщении. Заявление указывается, что российские самолеты приблизились к побережью Аляски примерно на 65 морских миль и пробыли в этом районе около 8 часов.